После всех запретов, которые ввели польские власти, пункт пропуска Бреста остался единственным пассажирским на всей белорусско-польской границе. Поэтому неудивительно, что периодически здесь возникали очереди внушительного масштаба. Стоит отметить, что с завершением летнего сезона очередь на границе уменьшилась в разы. Однако еще в августе по решению помощника президента инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика было принято решение создать максимально комфортные условия для пребывания людей в очереди. И первым делом на погранпереходе был открыт круглосуточный дежурный пост скорой медицинской помощи. Уководством города принято решение о необходимости создания здесь круглосуточного поста скорой помощи. Это решение реализовано со вчерашних суток с нуля часов. Здесь разместили фельдшерскую бригаду в составе двух фельдшеров. Это квалифицированные медицинские работники, которые способны оказывать всю необходимую экстренную и неотложную медицинскую помощь всем обратившимся. Пост работает круглосуточно, каждые шесть часов бригады меняются. Каждые два часа они совершают обход в очереди, в сторону кольца и госпитального острова, также в сторону самого погранперехода, там где стоят автобусы. Первая бригада заступила на дежурство в полночь 3 сентября. За это время за медицинской помощью уже успели обратиться порядка семи человек. Зачастую это жалобы на головную боль и артериальное давление. Но не стоит забывать, что есть и люди с хроническими заболеваниями, и в стрессовых ситуациях они могут обостряться. Однако и тем, и другим помощь бесспорно будет оказана. Ведь для этого у каждой бригады есть всё необходимое медицинское оборудование. Это и изделия медицинского назначения, и лекарственные препараты, которые положены по укладкам. У нас единая диспетчерская, она находится на станции скорой помощи по адресу Суворова, 55. Если люди, которые находятся здесь, не знают пока ещё, что здесь у нас есть пост, они через 103 звонят диспетчеру, диспетчер созванивается, даёт сигнал бригаде, и бригада выезжает на место, куда необходимо. Любая экстренная медицинская помощь. Здесь у нас в автомобиле есть все необходимые лекарственные средства, изделия медицинского назначения, вся необходимая аппаратура, начиная от головной боли, кончая реанимацией. Они могут делать всё. Если человеку будет необходима доставка в стационар, сначала ему будет оказана вся необходимая помощь на месте, будет вызываться для дальнейшей транспортировки, будет вызываться на себя бригада, в зависимости от тяжести состояния пациента, определённого рода бригада вызывается на себя, этого пациента грузит в автомобиль скорой помощи новой бригады, который приезжает, и он доставляется в городское учреждение. Также в здании выделена комната для отдыха медперсонала, которая оборудована всем необходимым. Здесь организована комната отдыха с мягкой мебелью, с кушеткой для медицинского персонала. Здесь они отдыхают, и каждые два часа выходят, и проходят только очереди. Они показывают, так скажем, себя народу, чтобы народ видел, что мы не безучастные, что мы здесь. Несомненно, это важная вещь, чтобы медработник находился в более-менее комфортных условиях. Здесь можно и пищу подогреть, и чайок заварить, и так далее. Ещё одним пожеланием граждан, направляющихся в сторону Польши, было оборудование зоны отдыха лавочками, навесами и биотуалетами, как в зоне ожидания, так и в пункте пропуска Брест. Данный вопрос городскими властями был решён оперативно. Уже сегодня можно увидеть, насколько комфортным стало ожидание для пропуска на границе. Теперь перекусить и выпить горячего чая можно не только в автомобиле, но и на свежем воздухе. По одностороннему решению польской стороны закрыты все пункты пропуска для пассажирского движения на белорусско-польской границе, кроме одного – пункт пропуска Брест, что, естественно, сказывается на скоплении в очередях легковых автомобилей и автобусах, следующих на выезд из Республики Беларусь. Белорусской стороной постоянно принимаются все необходимые меры, чтобы это ожидание обеспечить комфортными условиями. Недавно в пункте пропуска Брест произошли изменения. Здесь расположился фуд-трак, а в зеленой зоне оборудованы места для ожидания граждан, обеспеченные освещением и удобными спусками. Уже в сентябре начнутся работы по расширению зоны ожидания вблизи территории пункта пропуска. Ее вместимость увеличится более чем в четыре раза. Один из важных моментов, который также был вынесен на обсуждение Валерием Вакульчиком – это предоставление возможности для горячего питания путешественников. Однако то количество фудкортов, а их всего два, не в состоянии были справиться с этой задачей. Поэтому на территории пункта пропуска Брест появилась еще одна точка для питания, которая, как мы видим, пользуется спросом. Под палящим солнцем, то есть, может, естественно, найти тенечек, где-то перекусить. Создана единственная точка питания, пункта пропуска, которой до сегодняшнего момента не было. Обеспечены лавочки, урны, где можно спокойно отдохнуть с маленькими детьми, пожилым людям. Двухнедельные планы, которые были намечены, успешно выполнены. Теперь время за самым сложным. Маленькими, но уверенными шагами скоро начнут расширять площадку для ожидающих выезда за границу автомобилей и автобусов возле пункта пропуска Варшавский мост.